Портрет акварелью, акварель уроки. Привет, я Дарья Позняк и сегодня мы будем рисовать портрет акварелью. Я смочила лист с обратной стороны, потом с лицевой стороны. Бумага у меня хлопок 100%, фирмы Арш, без фактуры. Но в принципе это не важно, главное, чтобы бумага была 300 грамм и желательно хлопок. Но в принципе с бумагой 300 грамм целлюлоза можно сделать то же самое. Фон я хочу заливать, возьму черную холодную. У меня это лампблэк, но также можно использовать сажу газовую, я уже говорила. Когда у меня лампблэк закончится, я куплю сажу газовую. Просто я его купила много лет назад у Виндзора Ньютона. И он до сих пор, он очень концентрированный, его очень мало надо. Поэтому у меня до сих пор он еще не закончился. Вот я скраполоком намешала. Такой темный густой цвет. Вот тут с краю его проверяю. А потом начинаю уже, смотря как он растекается, приближаться к объекту. Чтобы не получилось, что у меня где-то на объект потечет, если я не учу, а неправильно просчитал влажность бумаги. Но вот эту вот обводку не оставляю, быстренько. Быстренько сделаю и разгоняю. Обойдем волосы, желательно, какой-то интересной линии, живописной. Сегодня, учитывая опыт на прошлой работе, что я приклеила работу, намочила ее прямо на столе, на котором я работаю. У меня, конечно, не совсем стол. У меня на столе лежит большой кусок корка стекла. Но когда я на него ставлю краски, воду и так далее, я не могу уже его наклонить и понаклонять, поподнимать. Вот, поэтому сегодня, видите, я приклеила на оргстеклышко. Сверх положила маленькую оргстеклышко и на него приклеила, чтобы у меня была возможность каких-то манипуляций. Итак, мы залили фоном. Хочется фон потемнести. Давайте еще утемним. Я потом лучше схожу, воду поменяю. Хочется контрастного фона. Так, хорошо. И теперь я хочу на этот фон покапать. Не люблю эти скучные однородные фона. Хочу, чтобы тут была какая-то жизнь. Значит, просто капаю водой. И теперь могу в любую сторону наклонять свой планшет и давать возможность воде делать свое мокрое дело. Могу докапать еще, когда она уже начала свое движение. Здесь по краю я выбираю кистью или салфеткой, когда сюда уже дотекает. Как-то некрасиво течет. Давайте вот что сделаем. Прямо сейчас, когда течет, добавим еще темного пигмента. Я вам сейчас вообще показываю такой декоративный, очень мощный прием. То есть у вас может быть довольно скучная акварель, такая средненькая, но если вы сделаете ей красивые фона, каким-то выигрышным контрастным цветом, темным, ярким, или как-то красиво они зальются разводами интересными, это вам всегда будет очень выигрышно, вашу работу. Отличать от остальных. Поэтому я не просто так вам тут про фона сейчас рассказываю. Это не просто так. Это такой как бы лайфхак. Потому что мы всегда думали, что надо вот главное писать объект, объект, объект. А вот то, что фона надо красиво сделать, как бы особо и до этого дела не доходил. Все как-то все говорили, да потом, потом, потом. И в итоге, по сути, потом часто вообще никогда не наступает. Так, ну вот, я даю ей возможность потечь. Что течет там у меня как-то не особо. Но в любом случае, он у меня сейчас не совсем однородный. Попробую где-то еще покапать. по каждому цвету, по каждой бумаге, по каждой влажности бумаги. Течет по-разному. Поэтому нужно пробовать. Просто не бояться, если вам этот эффект интересен. Я возьму ухо красное. Пойду по теневым. Посмотрю заодно, как у меня тут бумага. В каком она состоянии. Так, сразу же я буду, во-первых, смягчать края мазочков. Обязательно. Другой кистью влажной. Чтобы ту не промывать, не терять время. Так, я бы хотела еще ввести холодную. Возьму краску. Я все время говорю, голубая-голубая. На самом деле, краска действительно у Невской палитвы называется цвет голубая. И у нее очень хорошие параметры. Не бойтесь ее использовать. Она очень хороших параметров. Она очень хорошо проявляет себя в смесях. Со всеми цветами. Вот, смотрите, я в чистом виде кладу ее. И она, смешиваясь с ухо-красной, сама на бумаге, дает сложный цвет. Так, давайте в шею пойдем. Не, на этой кисти ухо-красное. Пойдем в шею. Я хочу оставить светлый кусочек. Поэтому я его не буду закрывать. И еще один светленький вот здесь. Я сегодня немножко какая-то тормозная. Поэтому, если у меня все будет как-то двигаться медленно, будет там подсыхать вовремя, то просто имейте в виду, что такое какое-то состояние. Но я решила, что ничто не поможет мне лучше, как порисовать. Пусть даже, может быть, результат будет не того, как мне бы хотелось, но все равно это лучше, чем ничего не делать. у меня голубая вода и будет сейчас голубое пятно. Нет, голубого пятно не будет. Не будет голубого пятно. Ну, вот так. Хорошо. Теперь давайте будем двигаться. Так, ну, во-первых, вот тут еще нужно смягчить. Где я оставила резкие края? А, и я забыла еще, знаете, смягчить. Вот здесь, когда фон заливали, я забыла смягчить его к волосам. Ну, так как бумага у меня сзади смочена и спереди смочена и она как бы внутри напитана водой, поэтому, в принципе, дает мне довольно большие возможности. Даже, видите, я с опозданием смачиваю и предмет все равно распределяется правильно. Так, теперь я бы хотела вот этим вот цветом фона подложить вот здесь у лица и, возможно, им же сразу залезть и где-то немножко волосы помоделировать. давайте положим аккуратно. Тут надо пальцы куда-то упереть, чтобы было удобно. сначала я аккуратно обхожу кончиком мой рисунок, чтобы не залезть в лицо, а потом уже широко можно сделать наоборот. можно сначала положить широко, потом подходить уже к лицу. Это как вам удобно. Главное, чтобы бумага была не сухая, иначе не получится. и я сразу хочу пройти этим цветом по волосам создать какие-то пару еще сразу задать кудри и на эту сторону тоже сразу задать волну. вот здесь над ухом кстати темное место. Можно его сразу положить. так, ну и конечно же это все нужно смягчить. Не везде, где-то где-то мы смягчаем, где-то мы не смягчаем. Смотрите еще раз. Кисточку промачиваю хорошо, потом отжимаю об салфетку, а потом касаюсь своих мазков. так, ну и обязательно лицо, конечно, нужно к лицу тоже смягчить. Начинаю с тех мест, где в лице у меня теневые, чтобы если пигмент потечет у меня в лицо, чтобы он мне здесь не навредил. Поэтому в тех местах, где у меня тень будет с этих мест начинаю, смотрю, как сильно у меня пигмент двигается, и тогда уже делаю это в световых местах. Или не делаю, если он очень сильно начал двигаться, потечет сильно в лицо, то световые не полезут. То есть вот здесь у меня форма отвернута от света, здесь можно, и здесь форма отвернута от света, а вот это световые, они к свету повернуты, и в них надо осторожнее. Хорошо, давайте сделаем долепим лицо. Нет, сделаем волосы. Мне нужен какой-то светлый, теплый. Наверное, возьму вот только желтую, с водой пройду и покудрял. где-то в световых местах, чтобы оно потом у нас зазвенело. Теперь я пройдусь точно так же ухо-красный, кое-где, потому что волос уходит в рыжий, и мне нравится цвет передавать через ухо-красное. тоже где-то, где-то я положу тонкие ворсинки таким кончиком, чтобы дать вот эту иллюзию кудрявости. А где-то нужно положить прям пятно шириной, чтобы дать цвета много. так вот здесь теневое место, здесь точно нужно дать пятно. И вот здесь в принципе все волосы у меня в тени. Вот здесь тоже у меня волосы в тени. Нужно дать их вот так прям. вот эти волосы хочется покапать, потому что очень резко начертились кудри и пусть немножко вода это все разгонит. здесь я лишнюю влагу беру. Кстати, что мы тут за пятно? Вот здесь можно все закрыть. Оставлю только кусочек сухом, чтобы его не потерять. Так, и волосы наклоню. Теперь наклоняю в эту сторону. Видите, немножко размывается, видите, живописность появляется. Это мы все поймаем здесь. кстати, портрет у меня будет с элементами обнаженки. Чтобы посмотреть это видео, заходите на мой аккаунт Boosty, ссылочка будет внизу в описании. Подписка в месяц сейчас стоит всего 150 рублей, и вы можете в течение месяца пересмотреть все видео, которые у меня там есть. Пройдусь еще раз охрой, но теперь охру буду брать больше воды, потому что у меня там подсыхает бумага, довольно много ей дала на то, чтобы она напиталась, и теперь это мне не очень выгодно. Так, в лице дальше прохожусь по теневым местам. ухрой, красный. Так, и быстренько, пока не высохла, мне нужно во-первых вплавить туда немножечко голубого, чтобы усложнить цвет и смягчить края. Обязательно, чтобы не было вырезанности. так, давайте будем двигаться дальше здесь. Потом я хочу положить вот эту часть носа, закрыть, которая снизу и которая отвернута от цвета. Оно точно будет в тени. Здесь обязательно нужно смягчить и разгоняю, разгоняю, если цвет пошел. Здесь, кстати, вот эти два можно соединить спокойно. Соединяем. хорошо. Так, вот здесь цвет. Здесь получается, что нос будет светлее, чем тот фон, который идет за носом, чем лицо. Соответственно, я вот туда посоединяю этот мазок. Здесь чуть-чуть подмачиваю и сюда могу положить петель. Чтобы не было очень темно, я кладу и тут же выбираю. красненькое. Вот здесь на носу я бы хотела дать красненькое. В прошлый раз мне не понравилось, как рубиновое работало, но сейчас мне почему-то хочется именно рубиновое. Тем более, кроплак я тут черный так сильно испачкала, что скорее всего я не успею сейчас его отмыть. Чуть-чуть даю красного. Мы сейчас посмотрим, если нужно будет, мы выберем излишки. Положила и влажной чистой кистью могу часть выбрать. Так, давайте тогда этой же рубинами пока по губам пройдемся. А теперь, чтобы не было так ярко, предлагаю пройти сёхо красный, такой ненасыщенный с водичкой. Отлично, кстати. Отлично приглушает. тут у меня в общем плечочки. Блик оставлю, а остальные губы закрою общей массой. Вот так оставляю только блик. Попробую, там посмотрим. Так, ну давайте пока сохнет пойдем в глаза, что ли. Возьму я, возьму. я предлагаю сначала сделать самые темные, а потом уже пройтись по среднему тону. Давайте возьмем вот такой же, как в волосах. Так, руку проверяю, чтобы была чистая и сухая, потому что мне придется ее положить на рисунок, чтобы точечно прицелиться. Так, и давайте нарисуем. Значит, мне нужно сделать верхнюю линию роста ресниц. И давайте зрачок посадим. Это только зрачок, это без радужки. Так, в эту линию можно добавить например синенького. Голубая опять же, голубая. Кстати, есть аналог у Невской палитры, ну вот я использую голубую, есть еще один цвет, называется синяя. У нее практически те же характеристики, тоже очень хороший цвет по всем параметрам, но он очень похож на голубую, так что если вы пришли за голубую и ее нету, берите смело синюю. Синяя, да, действительно так называется цвет, и цвет хороший. Так, этим цветом и чуть испачканным в том, где я только что была кисточкой, я ввожу вот так радужку и теперь буду внутри заливать, не знаю, давайте, может быть, вот охру добавим, охру добавим в эту голубую и тем, что получится, попробуем залить. Не забудьте оставить блечки, блечки очень важно, блечки оставляем. Да, хороший цвет, у нас же девушка рыжая, пусть у нее будут такие чуть-чуть в зелененькие глаза. Так, и заливаю, берегите блечки, блечки берегите. Блики всегда с одной стороны, если у меня свет отсюда, значит оба блика на обоих глазах будут отсюда. Нельзя сделать так, что на этот глаз блик отсюда, а на этот глаз блик отсюда. Следите за этим. Так, что, 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 пока у нас тут подсыхает. давайте сделаем нежные в лице переходы, закроем белесости. Вот у меня тут есть охра желтая, разведенная с водой уже. Я в нее немножко вот этой вот такой вот неаполитаночки добавляю. Вот у меня охра желтая с водой, вот такой неаполитаночки немножко добавляю. и положу в каких-то местах. Смягчу края обязательно, потому что у меня вода бумага уже подсыхает. если у вас бумага мокрая в этот момент, то смягчать не обязательно. Оно само будет формироваться. Но у меня уже подсыхает. ну, в общем, я решила оставить бликовое место где-то вот здесь, остальное закрыть. Здесь тоже закрыть, оставить бликовое место вот здесь на скуле. так вот здесь нужно к этому блику смягчить края, чтобы не получилось, что у нас квадратный блик на лбу. И на скуле тоже блик нужно по краю смягчить, чтобы он был мягкий. Ну, если у вас живопись прям мазочками, 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 то, конечно, оставляйте квадратики, прямоугольнички в вашу живопись, тогда это впишется хорошо. Так, вот под носом я бы хотела сделать немножко холодноватое место. Давайте я туда положу вот такую вот светлую светлую красную и капельку прям голубую с водой прям сильно с водой разведу и прям капельку сюда вкакнуть в мокрое. Хочется холодных каких-то плецы обязательно дать. Так, вот здесь под губами, так как наша заливка губ уже высохла, я сажаю охру и в нее сразу же сажаю голубую. Многовато воды с момента как я закончила и сейчас продолжаю прошло почти две недели. Я была в отпуске, перед этим у меня что-то несколько дней не было как-то силы, настроения, после отпуска тоже какие-то дела, дела, дела. В общем, я собралась и ее собираюсь завершать. Давайте смотреть, на чем мы остановились. я предлагаю немножко вот здесь залить переход к телу, чтобы не было белым, чтобы не к белой бумаге. Смотрите, если вы полностью у вас работа высохла и вы хотите следующий сеанс работать, что я сделала? я намочила ее с задней стороны, сверху поставила банку с водой и оставила так лежать, не переворачивая. Что-то можно сверх положить, если края норовят внутрь завернуться. Если не норовят, то просто сзади смачиваю и оставляю этой мокрой стороной кверху лежать. Минут через 5-10 вода полностью впиталась, я еще раз промочила и перевернула. И тогда у меня лист ровный. и здесь с лица я смочила вот только то место, где нет краски. Белые места, но можно было вообще ничего не смачивать. Давайте положим здесь немножко тон кожи, чтобы не к белому листу это все касалось. У меня за это время обновились красочки. Какие-то цвета я буду использовать впервые. Посмотрим. Чуть-чуть охру светлую с охрой красной хочу просто положить, чтобы не было такого резкого касания. краски. И здесь пока не высохло, можно чуть-чуть смоделировать форму. краски. Так, чуть-чуть холодненького. кстати, Невская палитра выпустила цвет. Не перепутать. Охра светлая называется. Прошлый цвет назывался охра желтая, а этот цвет называется охра светлая. Вот я сейчас его кладу. Он лучше по составу. по-моему однокомпонентный. Короче, у него хорошие характеристики. Я вот его себе выбрала и буду им пользоваться. Так как охра от Невской палитры я уже не пользуюсь. Я пользовалась охрой Ван Гог. Теперь у меня будет две Ван Гог и эта. Невская палитра, конечно, дешевле, поэтому нам лучше всегда рассматривать ее варианты. Если уже только в Невской палитре нет, тогда искать в других производителях, потому что остальные производители все подороже. Так, вот тут я блики тоже закрываю. Хорошо, белую бумагу мы закрыли. Что, бумага хорошо у меня пропиталась, давайте посадим, давайте, наверное, ухо посадим. Еще в отпуске я поняла, что я здесь взяла очень мелкие масштабы. Вот сейчас уже третий портрет, они очень маленькие, хотя вот этот он чуть крупнее предыдущих, но все равно следующие портреты я буду делать больше, потому что неудобно. Вам плохо видны детали, мне писать тоже не очень удобно, потому что в основном у меня кисти большие и вообще я как бы не миниатюрист совсем. Это мне непросто. ухо посадим посадим в нем. У меня сзади лист хорошо промочен, так что все мягко должно вплавляться. Так, чтобы не было резко, я сразу туда ухо красный рядом положу, вот так, чтобы она начинала на себя эти резкие акценты перетягивать так вот здесь. А вот эту линию никогда не выводите в одну линию, введите ее в несколько кусочков, тогда не будет вырезанности, никогда не делайте ее в одну линию. Ну, собственно, как и любые обводки, не делайте никогда обводку, потому что обводка всегда, вот эта одна линия, она всегда уплощает объемы, она забирает все объемы, у вас получается просто плоская раскраска. И смотрите, я кусочек линии положила, я его сразу сюда или водой разгоняю, или цветом другим я его разгоняю. Даже, наверное, ярковато, рисковато получилось. Я вот тут выберу кусочек. пусть он будет как бы из двух кусочков. Так, под подбородком я положу через синий цвет. Ой, где же у меня голубая здесь в моих красках. Когда все переложишь, да, наверное, а больше некому. Голубая два ультрамарина. Так, хорошо, когда все переложишь, нужно привыкать. Ничего не попишешь с этим, тут ничего не поделаешь. Нужно привыкнуть. Так, кусочек положим здесь под подбородком. Я его тоже сразу разгоняю. отлично. И вот с этой стороны я не буду делать линию, не нужна она мне там. Сделаю немножечко вот подбородком. Сейчас я смогу так ровно занести. Да, вот здесь просто подбородок загну и больше не буду тянуть. Пусть будет так хорошо. Шея вот здесь потерялась линия, что именно шея, что волосы. Сейчас мы ее наметим. Еще разочек. намекнем. Вот так. Вот это идет шея, а там дальше волосы. И вот те волосы, которые там дальше идут, мы сейчас их так вот сделаем. Ох, и красный. И вот этот светлый блик тоже можно частично положить. Я наверное вот так оставлю. Это маленький прядочку. Сейчас мы ее кстати выведем поактивнее с вами. давайте мы ее выведем. лопарки. мы как бы тоже волосы идут. Это же все тоже волосы, они оттуда продолжаются, это я ляпнула нечаянно, и вот здесь то, что я положила, несколько нужно смягчить, вы помните, да, что мы очень резко не кладем, всегда немножко смягчаем. Так, давайте лицо. И другой кистью обязательно нужно вводить, это потому что брови на самом деле не такие уж и явные. Так, вот здесь сразу же я посажу красный еще кусочек, здесь посажу тень. Смягчу между ними. Так, все верхнее веко у нас в тени. Давайте-ка сделаем вот так. Чуть-чуть я его смочу. Ну, если где-то что-то ляпнулось, ничего страшного. Выбираем, если дальше течет, то сворачиваем вот такую жесткую из чистой бумажки штучку и просто в воду промакиваем. Как только вы промокнули, сразу там стало сухое место и туда больше не потечет. Так, окей, давайте губы сделаем. Так, и смягчать, конечно, нужно сразу же. Вот моя собачка, она вечно недовольна, что на балконе птички посмели летать рядом с балконом. Это ее очень раздражает, очень-очень. Так, здесь надо решить, что будет темнее, тень под губами или губы. Я думаю, что тень под губами. Пишем ее через синенький. Не забывайте, что обязательно нужно вводить холодные где-то в тенях. Ну, вообще где-то нужно вводить холодные как бы. Я вам тут сейчас пишу как бы по такому классическому правилу, что типа цвета теплые, тени холодные. На самом деле может быть наоборот. И вообще можно писать как угодно. Но мы тут изучаем вот именно такой момент, потому что если его понять, освоить, то можно уже писать и наоборот. И, в общем, как вам захочется. Вот. Но самое главное, чтобы где-то хотя бы были холодные. Потому что иначе, если все написать только теплыми, в общем, если кожу написать только через бежевые, бежевые, охристые, красноватые, то будет как бы раскраска, живописи не будет. Поэтому я вам тут даже, можно сказать, немножко утрирую, чтобы вы могли понять, как это применять. Там уже смотрите, как вам хочется. И вообще пробуйте по-разному. Я сейчас в отпуске написала где-то штук семь портретов, наверное. И в каждом, в каждом портрете я старалась использовать разные цвета в тенях. Разные оттенки. И я была удивлена тому, что действительно это влияет на все влияет. Так обязательно смягчаю эту резкую линию. Но мне, в принципе, понравились все варианты, которые я делала. Возможно, я какой-то один выберу и вам про него еще расскажу. Мне понравились все варианты. Мы тут с вами сейчас красим через голубую. Акварель называется «Голубая». Не цвет голубой, а именно название краски «Голубая». Так, теперь нужно в световых частях носа закрыть белое. Наверное, честкую неаполитанку попробую это сделать. Здесь в световой части. Здесь в световой части. А в теневой части, вот здесь сбоку, я положу уже ухо красное. Вот тут у меня тоже ухо красное лежит, просто какой-то другой фирмы. Посажу зрачки еще поярче. Так, чуть-чуть. Акцент вот здесь. Можно сделать реснички, кстати. Очень маленький у меня масштаб, мне неудобный. Так, а чтобы ресницы не смотрелись таким хаосом. Чуть-чуть где-то нужно их внутри этой массы Если есть такая возможность Если не сильно Если есть такая возможность Чуть-чуть туда водички капнуть Чтобы на кое-где там где-то у основания Чтобы они объединились в одну массу Так же я смягчу вот здесь на зрачок Смягчу вот это касание Не забываю, что у меня тут блячок, кстати Его можно подуменьшить Ну вот как в моем случае можно Потому что я изначально делаю всегда его с запасом Потому что никогда не заметите Когда нечаянно вы его мазнете И он у вас уменьшится Сам обрежется где-нибудь Так, и теперь нужно глаза сделать Давайте по одному У меня тут есть черный, холодный, синий Так, вот тут я сажаю в уголочек И здесь я тоже сажаю в уголочек Теперь чистой Вытертой кистью Я могу вот сюда распределять вверх Потому что сверху точно падает тень от ресниц Тут снизу как бы можно оставить Белым или можно через какой-то другой цвет Положить, чтобы не было совсем белым Но сильно не темним Все-таки здесь довольно светлое место Так, и пойдем делать второй глаз Тоже через синий с черным Я положу уголочки Вверх их смягчаю Там, где падающие тенют В верхнем веке И внизу через какой-то другой цвет Закрываю, чтобы не было белым Так, в глазах еще есть леснички Обязательно через красненький Это придает взгляду Такую приятную Во-первых, жизнь Потому что Сразу понятно, что мы не куклу рисуем Вот здесь тоже чуть-чуть красненького хочется внести Вот немножко вокруг слизнячка Я беру не очень темный тел Чуть-чуть тут вкропить Потемнее Так, вот здесь за глазом Почему-то у нас Светлый блик Вообще белый Убираем его Так, вот здесь над глазом Хочу здесь Дать акцент И вот здесь тоже Сюда немножко его разгоняю И влево Немножко разгоняю Так, чуть-чуть брови хочу усилить Помните, я говорила Обязательно смягчаем Так, и там Вот тут вот Холодненько Хочу дать Так, хорошо Вот здесь вот кончик носа Хочется мне загнуть Что у меня вообще толстоват Наверное, я его выведу Чуть-чуть поуже его сделаю Чтобы это сделать Я возьму уху красную И буду ей класть Красить Утемнять Как бы Ту часть Которая за носом находится Вот так И смягчать ее Конечно же Чтобы у него никаких линий нет И теперь Чтобы вот этот вот цвет И вообще-то он перескочил Чтобы в этом месте Стал наоборот Вот этот кончик носа Темнее, чем Щека за ним Но я здесь добавлю Вот уху красненького Ну, во-первых Чтобы одним цветом не обладеть Кстати, у меня получилось Уху красная Хорошо Давайте Это уху красный Теперь положим сюда Ну, и здесь где-то в поддержку Какой-то мазочек Чтобы этот цвет Не был таким одиноким Вот тут блечок Рядом с ноздрёй Нам не нужен Надо его закрыть Очень мелкий модуль Как я такие мелкие портреты Могла начать писать Я не знаю Как так получилось Я специально это не планировала Не знаю, почему так получилось Неудобно Потому что я в принципе Не привыкла писать мелкими кистями И мелкие вот эти Выпендрюли Вот эти работы Мелочёвки Я обычно Большим бревном мазну И как мазнулась Так мазнулась Так Вот здесь Боковинку носа Нужно Утемнить Во-первых Вот в этом месте Чуть-чуть его подмочу И Заодно Нужно От удачи Вот ее холодненько Вплавить Ну давайте Во-первых Мы утемним Через Вот Уху красную И в нее Вплавим Немножко Голубой Так И смягчим В эту сторону И в эту сторону По-хорошему Тоже нужно Смягчить Немножко Так Чуть-чуть Саму переносу Нужно Посадить В тон Утемнить Так Так Мне нужно От этого места Отойти Вот я через Неаполитанку Немножко Буду разгонять Уже неаполитанкой Уже неаполитанкой Уже неаполитанкой Так Так Смотрим Слепил Уже неаполитанку Уже неаполитанку Уже неаполитанку 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 Потому что очень уж у меня красный, тут не хочет вписываться. Не проблема, мы его в ухо подмешаем. Так разгоняем. Здесь очень активный этот синий. Так, чем бы мне его... Давайте-ка я его ухо или серно. Очень активно он у меня в начале подмалевка сюда вписался. Федрененький такой. Смягчаем. Здесь тоже. Вот под подбородком недостаточно ядового акцента. Так, но обязательно разогнать. Вот здесь тоже очень светлое место. Надо его пригасить. Так, блик в губах я закрою. Закроем. Или нет. Здесь вот есть несколько бликов, они как будто бы пытаются вывернуть мне форму. так. Давайте мы тогда закроем те блики, которые вокруг губ. Потому что они пытаются мне тут напакостить. Довольно полоской закроем это всё. И разгоняем. по рамку. Так. Чуть-чуть смягчить. Смягчить подбородок, чуть-чуть посадить. и самая светлая будет блик на губах так и нижняя толщинка в глазах должна быть не белый неаполитанка если будет мало красненького туда добавлю красный в глазах у нас самое светлое место должно быть это бличок все таки вот этот красный выбивается ладно давайте туда просто украсно поможем так вот здесь я продлю вот эту синюю тень вот сюда потому что она очень активно получилось и уже нельзя игнорировать нужно как-то списать что ли так я положу ухо красный теперь я в эту красную кладу синий и смягчаю чтобы вот эту тень как бы объединилась и было общей а то у меня на щеке хоть непонятно синий пятно получилось и подбородок он что-то загибается поэтому кладу такой мазок хорошо и нужно усилить вот здесь под скулой потому что иначе задний план переднего не отлипает давайте волосы доделаем так вот здесь у меня очень резкий резко обрезается вот так так да давайте теперь волосы доделаем я добавлю темных темные мы берем опять через крапуак а мне же нужно взять мою супернердинарную кисть крапуак и холодный черный так теперь введем волосинки так и обязательно конечно нужно смягчать поэтому я не веду все волосы немножечко положила несколько мазочков сзади я сейчас лист подмочила потому что я отходила ненадолго так вот я смягчаю обязательно кое-где вот здесь как бы идет уже типа структур волос но хочу добавить сюда структуры иначе кажется что там вот просто фон проступает как будто там нет волос поэтому хочу здесь добавить структуру волос немножко мы это все смягчаем в местах и так же можно смягчать не только водой но и цветом вот я возьму красную вот сюда к лицу я немножечко подведу темно в каком то одном месте например вот здесь надеюсь что в лицо не потечет потому что мы там только что же красили так же заметила что вот здесь под подальним глазом нужно красный положить очень холодный получился и он как-то провалился потом так святой у меня тут или вот эту желтовату не поли танку вот здесь бумага не было бел так хорошо волосами тогда будем спускаться дальше тут вот экспрессию кисти нужно использовать но не забывайте делать разные по толщине и разные по экспрессии мазки чтобы не было очень скучно то есть все таки разные к низу совсем тоненькие тонким кончиком и тык 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 мелкие выгибончики а чуть повыше их более мягкими более спокойными делать смягчаем где-то краской где-то водой так вот здесь так вот здесь в целом мы мы в в в в в в Вот эту заднюю часть волос я хочу туда назад увести, чтобы ее туда увести. Я ее вот так закрою лукой красной. Вообще я не помню точно, что это за цвет. Лукой красной или сиеной жены. А, по-моему, я купила себе шахназарскую. По-моему, это шахназарская у меня. Ну, я не буду утверждать, это очень не помню. Начинала я работу точно ухо-красной. Потом у меня появилась еще шахназарская и сиена. Сиена жены. Вот сиена жены-то вот у меня такая страшненькая. Так. Давайте светлого охра еще где-то положим. Поярче, чтобы стало немножко похолодней. А, вот этот вот, вот этот блик меня беспокоил. Что он такой белый? Вот, вот так вот. Хорошо. Сильно сюда акцентировать я не хочу. И давай теперь другую часть прически точно так же разберем. Значит, возьму темный цвет. Вот здесь. Лучше всего понимать, как волосы примерно ложатся. И примерно от этого плясать. От этого конкретного места. Начинать выкладывать. Так, что тут у меня очень много тут капуака, но черно. И вот здесь. Здесь. Ну, я сразу буду здесь смягчать. Да, я думаю, что это шахназарская. Не, сухо-красный похоже, поэтому, в принципе, можно в наборе иметь или ту, или ту. Не обязательно иметь две, если место в палитре, особенно в красках, ограничено. Абсолютно необязательно иметь обе. Так, вот здесь хочу дать темное место. И теперь нужно обязательно пройтись и посмотреть, где это может быть смягчить к лицу. Чтобы не получались волосы такими вырезанными. Так, вот здесь под волосами на ухо должна падать тень. Так. Как же вы должны попробовать? Да. Так, вот здесь. Следую. Так. 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 очень уж тут у меня вот эти кудри выходят светлые все таки я их прикрою потом очень светлые так и в чистом виде я кладу эту шахназарскую потому что она все равно высохнет и все равно она немножечко побледнеет после высыхания тем более что мы кладем ее уже поверх чего-то соответственно это что-то уже и так частично сожрет ее цвет поэтому не бойтесь делать ярко и плюс у меня довольно активно вот здесь синяя мазнулась на первом слое поэтому чтобы эта синяя не не выбивалась так резко к нему нужно положить противоположный цвет по цветовому кругу тогда взгляду будет казаться что все гармонично в рисунке так смотрите у меня под губами тоже резкий голубая резкая голубая тень чтобы немножко успокоить я кладу ее противоположным цветом в цветом круге вот шахназарской а попросту говоря оранжевым так я оранжевым не пользуюсь но мешать мне сейчас особо некогда в принципе можно использовать его прекрасно но вы сейчас посмотрите как это будет вот смотрите синий немножко успокаивается все тени здесь я успокоил также я хочу блик на лбу закрыть все-таки не нужен мне такой резкий блик так и чуть-чуть в глазах пройтись чуть-чуть акцент в слезнячке дать так уберу к я вот тут в ухе красный закрою тоже шахназарской и закрою вот этот блик в губах на этом все а с вами была дарья поздняк и до новых встреч